Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на новиночку от компании Joy. Это у нас такая, знаете, в Joy есть много хороших колясок. Хорошие MyTrux, LightTrux, Air-версии, хорошие такие книжечки. Но у них нету похожих на тот же MyTrux колясок, но с реверсивным блоком. И вот, пожалуйста, надо получить. Действительно интересная коляска получилась. Versatrux называется. Давайте перед началом, в двух словах, технические характеристики. Производитель год гарантии дает, это понятно, вес коляски 11,7 килограмма. Это как такая нормальная, с хорошими надувными колесами, книжечка. Приблизительно вот такой это вес. Ну, то бишь, это не очень тяжелая колясочка. Наклон прогулочного блока. Мы сегодня изучаем с вами только прогулочную ее часть. А ее можно и как два в одном, если что, использовать с люлькой. Наклон 95-165. Вот хотелось бы, конечно, 175, но 165, в принципе, достаточно. Она все-таки не с рождения, а с полугода до четырех лет приблизительно коляска. И сразу хочу предупредить. Ее ширина 64 сантиметра. Иногда могут быть ограничения с лифтом, потому что стандартный, такой классический, вот в стареньких домах лифт, это 63 сантиметра. Имейте в виду. И максимальный вес ребенка, который она выдерживает, 22 килограмма. В принципе, отличные характеристики. Начнем изучать. Очень сильно все напоминает Майтракс. Рама, вот все прям очень-очень схоже, только вот блок у нас теперь реверсивный. Ладно, что касается ручки. Эко-кожа. Все, естественно, понятно, четко. Регулируется по высоте телескопические. Телескопическая система мне лично больше нравится. С моим ростом 186 у меня рост. Если бы просто вот так вот наклонялась, я дальше от коляски не становлюсь. И пинаю немножечко, получается, основание, раму. В таком случае, когда телескопическая, я отодвигаюсь дальше. И, соответственно, я не пинаю, когда гуляю. Как по мне, все замечательно. В комплекте, кстати, идет подстаканник. Очень классно покупать. Вам его не придется. Ладно. Так, собственно, подстаканник есть, кстати, и дождевик тоже идет в комплекте. Да, дождевик и адаптеры на раму, чтобы поставить сюда автомобильную люльку. В общем, в этом плане комплектация неплохая. Так, давайте перейдем к изучению прогулки. У нас киточка. Вот еще жалеет липучки ставят. Надо магнитики ставить. Так, козырек достаточно большой. Ну, не то, что бесшумный, но не сильно громко щелкает. Так, секция у нас закрывается. Вот, можно закрыть. Ну, и, соответственно, можно и открыть. Здесь по бокам, ну, это в джоях стандартная ситуация. Вот здесь сбоку тоже сетка. Так, смотрим на сиденье. Сиденье у нас, как я говорил, 95. 95. Все. Ну, это практически. Вот, смотрите, он сидит полноценно, ровно сидит. Просто, когда спинка завалена назад, это вроде бы хорошо для ребенка. Это не напрягается. Его позвоночник, вот это вот все. И он, как бы, в расслабленном состоянии находится. Но это ребенок, в первую очередь. Ему хочется сидеть, все разглядывать. И вот они сидят, держатся за бампер, не доставая до спинки. Здесь нет такой проблемы. Четко сидит, все как надо. Хорошая вертикальная посадка. Надо уже там дальше наклоняем. А вот те самые 165. Ну, в принципе, спать будет нормально, комфортно ребенок. Подножка есть, все четко. Кстати, она прорезинена, чтобы убираться, можно было. Все окей. Естественно, блок реверсивный. Его можно и по ходу ставить, и против хода ставить. Вот, пожалуйста, надо, пожалуйста, катаем. Так, развернем обратно. Так, давайте посмотрим теперь на его внутреннюю часть. Так, там, я думаю, видно. Что касается безопасности, пятиточечные ремни, мягкие накладки есть везде, и на паховой зоне, и на плечевой. Также у нас есть бампер, который можно, сейчас, секундочку, как калиточка откинуть. Вот он. И спокойно посадить ребеночка. Все здесь достаточно мягенько, аккуратненько. Ничего не напрягает. Здесь спинка, это не натянутый гамачок, это жесткая, нормальная поверхность. В принципе, вот, с этим все понятно. Так, что касается рамы. Рама нормальная, классическая, железная рама. Каких-то видимых недостатков я лично не заметил в плане сборки. Вот, люфтов, зазоров, скрипов, вот такого. Ну, джоя, в принципе, особо этого никогда и не было. Поэтому, крайне вопросов у меня нет. Давайте посмотрим на амортизацию. Что у нас здесь? Спереди ее нет. Она здесь только за счет колес. Сзади она есть по-любому. Да, сзади есть. Но не забываем, надувные колеса тоже у нас в этом плане решают. Ну, спереди, блин, ребята, ну что ж. А, хотя есть, это, видимо, я слабо давлю, но это как бы, не знаю. Я бы не назвал это амортизацией, потому что она слишком упругая. Так, и передние колеса, естественно, с возможностью блокировки. Все понятно. Так, смотрите, большой жирный плюс этой коляски – это багажник. Багажник тут просто каких-то нереальных размеров. Тут можно, не знаю, два хороших арбуза. Ой, иди ко мне. Короче, места много, действительно. Очень глубокие основания здесь тоже попытались сделать пожестче. Пластины вставили, поэтому он не так, чтобы там растягивается. Дополнительно есть кармашки, на замочке, на кнопочке. Адаптеры те самые для люльки. Вот, в общем, как бы с багажником все окей. Тормоз. Тормоз у нас нажали. Снизу отковырнули. Двойным нажатием он не разблокируется. В принципе, что парами? Ну, все, парами по большому счету добавить нечего. Колеса надувные, как я говорил. Давайте теперь посмотрим, как колясочка складывается. Подстаканчик пока в уголок, чтобы никто не уволок. Так, чтобы ее сложить, нужно, нам нужно спинку завалить вперед. Вот так вот. Она ушла. Дальше берем. Вот так делаем. И ручечка, за которой мы перехватываем. Все. Вот так она у нас складывается. Достаточно компактная для такого крупнейшая, я считаю. Неплохо. Так, здесь еще, видимо, какая-то ручка. В общем, как по мне, неплохо. Нормальная такая колясочка с реверсивным блоком, которая складывается с блоком. Это, на самом деле, не так часто встречается. Обычно блок нужно как-то где-то отдельно хранить, складывать. А когда у нас все вместе, и он реверсивный, это достойно, как говорится, уважения. Соответственно, что еще? Ну, классическая ткань. Нормальная, типа джинсовки такой плотненькой. Здесь к тканям вопросов никогда и не было. Лайкокожа на бампере, на ручке. В общем, классический Майтракс, только с реверсивным блоком и чуть-чуть расширенным основанием, и с гигантским просто багажником. Багажники в Майтракс, Лайтракс – это проблема. Там плохой доступ, и он не такой большой. Здесь, пожалуйста, грузитесь, сколько вам влезет. Кстати, еще есть приятности. Здесь специальная вставка пластиковая, когда складывается, если вдруг вы забыли ручку задвинуть, чтобы она об асфальт, если бьется, то эко-кожа не портилась, будет биться об пластик. Вот такие мелочи, а приятно. Собственно, все. Добавить мне больше нечего. Нормальный такой классический Майтракс получился с реверсивным блоком. Ну, я шучу, конечно, не Майтракс, это Versatrux модель называется, но это я так, шучу. Но действительно, интересная коляска, если нужен реверсивный блок, нормальная, хорошая подвеска, здоровый багажник, телескопическая именно ручка и с практически вертикальной посадкой. Вот, пожалуйста, еще один игрок на рынке. И цена у него, цена очень невысокая. Ссылка внизу на первую коляску в описании, пройдите, посмотрите. И если в обзоре вам это все понравилось, можете заказать. Первая коляска вам привезет день в день, как закажете. Ну, если посмотрели и вам понравился обзор, лайки, подписочку на канал. И хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго.